Буэнос диас, друзья! Привет из Барселоны! На связи Олег Карнаух. И я хочу поблагодарить вас за ваши вопросы под предыдущим видео. Писали мне и ВКонтакте, и на Ютубе. Огонь! Мы выбрали победителя, который получит мою книгу. Поздравляю! И я решил объединить несколько вопросов, которые мне писали в одно видео. И сегодня раскрою тему, что влияет на ваши результаты. Вот у меня здесь ребята гоняют на скейтах, развлекаются. Идем к морю. Итак, что же влияет на ваши результаты? Есть три ключевых фактора, которые я выделил, и которые хочу сегодня озвучить и раскрыть в этом видео. Фактор номер один – это ваша энергия. Это эмоции. Это внутренний настрой. Есть английское слово emotion. Эмоции. И в его корне есть слово motion – движение. То есть, американцы очень хорошо понимают, что сначала идут эмоции, сначала идет внутренняя энергия, внутренний заряд, и потом идет движение. То есть, любое ваше движение начинается с энергии, с внутренних эмоций. Поэтому очень важно, чтобы у вас всегда был крутой эмоциональный настрой, чтобы вы были заряжены. Это основное, это номер один, это самое главное. Если вы на крутой энергии, если вы на крутых эмоциях, у вас всегда будут мощные результаты. Это проверено очень много раз. Я участвовал в дебатах. Это такая игра студенческая. И мы приезжали часто на соревнования. И я заметил, что от того, с каким настроем мы приехали, зависит в большей степени результат. Если мы приехали в крутом расположении духа, заряжены, боевой настрой, то мы всегда входили в какие-то призовые места. Если же мы приезжали немного на низких эмоциях, не настроены на борьбу, то у нас не получалось даже пройти в плей-офф. Поэтому всегда, в любом виде деятельности, номер один, самое главное, это внутренняя энергия, это эмоции. Поэтому делайте все, чтобы поднимать ваши эмоции. Читайте книги. Спорт очень круто помогает. Ежедневный спорт, он вас заряжает энергией, поэтому спорт обязательно. Книги, музыка. Очень круто работает музыка. Бац, включили. На нужный ритм, на нужную волну себя быстро настроили. Общение с единомышленниками, общение с крутыми людьми очень здорово влияет. Поэтому тоже используйте этот инструмент. Вот мы, собственно, на набережной гуляем. Там люди загорают топлес, и мужчины, и женщины. Причем абсолютно топлес. В смысле, не только без верхней части, но и без нижней. Европа. Какие у них взгляды. Для меня немного дивно. Отойду подальше все-таки от набережной, чтобы было не так ветрено. Второе. Второе, что влияет на результаты, на вашу эффективность, это ваши убеждения. Это ваши установки внутри головы, которые определяют ваше поведение, ваше решение. Так, здесь у нас ребята играют в какую-то игру, похоже на куча мала. Убеждения – это некие драйвера в нашей операционной системе, которые полностью определяют наши решения в жизни. Которые определяют, что мы видим, как мы интерпретируем любые ситуации, которые происходят с нами. И очень важно прорабатывать убеждения, потому что, если вы не родились в лаборатории и вас не вырастили в лаборатории, у вас очень много деструктивных убеждений в голове. Например, был вопрос, как победить психологию бедности. И это на самом деле так, это есть у многих из нас. Потому что убеждения, как правило, передаются от родителей к детям. И это такая игра под названием «передай всякую херь своим детям». Потому что люди не могут обосновать убеждения, но в итоге они даже превращаются в пословицы из разряда «много хочешь, мало получишь», например. Или «тише едешь, дальше будешь». Ну, это абсолютно бредовые какие-то убеждения, но они даже становятся крылатыми фразами, чтобы легче в подсознание запихивать простому народу. Ну, понятно, что никому не выгодно, чтобы люди были думающие. Поэтому, если осознанно над этим не работать, то никаких вариантов, чтобы у вас были крутые убеждения конструктивные, их просто нет. Поэтому, что делать с убеждениями? Первое. Стараться их идентифицировать. Например, вы чувствуете, что у вас есть какое-то убеждение. Пытайтесь его сформулировать в виде текста. Например, «я думаю, что я не могу стать богатым, потому что я слишком молод», или «потому что я слишком стар», или «потому что я из бедной семьи», и так далее. То есть, конкретно, что вы думаете, какое у вас есть убеждение, которое вас ограничивает? Выписывайте. Это первый шаг. Вы уже определили врага. Следом, нужно записать формулировку конструктивную. То есть, то же убеждение надо переформулировать в конструктивном ключе. Например, «я стану богатым, несмотря на то, что я молод». То есть, конкретно это же убеждение переформулировать в конструктивное. И третий шаг – находить подтверждение, как можно больше подтверждений этому новому конструктивному убеждению. Что может быть подтверждением? Например, вы находите конкретные истории людей, которые тоже были молоды и стали богаты, или были из бедной семьи и разбогатели. То есть, конкретные подтверждения в реальной жизни. Вы можете сначала прочитать про этого человека, потом, может быть, посмотреть видео, потом встретиться с такими людьми вживую. И это все, оно будет усиливать, усиливать ваши новые убеждения. И со временем оно приживется и начнет влиять на вашу жизнь. Таких убеждений у нас сотни. Реально сотни относительно всех тем, относительно разных моментов в жизни. Поэтому нужно всегда работать над убеждениями, потому что это ключевое. Третье – это операционная система, от которой зависит вообще все. Итак, второе – это убеждения. Третье. Третье, что влияет на ваши результаты – это навыки. Это ваши навыки, это ваш профессионализм, это то, насколько вы круто делаете свое дело. Вы можете быть очень энергичны, с точки зрения мотивации у вас все хорошо, вы даже прорабатываете свои убеждения, но у вас нет навыков. И это третий элемент, который необходим для своих крутых результатов в жизни, для того, чтобы добиваться реально успеха в своей области. Представьте, футболист, который энергичный, который настроен на победу, но он не умеет делать хорошую передачу или бить поворотом. Ну, скорее всего, все же он не сможет быть вкладом в команду и помочь команде сделать какой-то классный результат, помочь ей прийти к победе. Поэтому нужно тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. То есть, с точки зрения навыков, один простой рецепт. Чем больше часов вы будете тренироваться, обучаться, практиковаться, тем лучше у вас будет ситуация, тем выше в итоге будут ваши результаты. Итак, резюмирую. Три фактора, которые влияют на ваши результаты. Первое – это эмоции, это внутренняя энергия, это ваш настрой, поэтому всегда старайтесь быть в тонусе и делайте все для того, чтобы держать себя в тонусе. Вот, например, утренние ритуалы, такие как чтение и зарядочка, они очень этому способствуют. Второе, что влияет на ваши результаты – это убеждения. Это ключевые установки в голове, которых очень много деструктивных, там тараканчики такие бегают, друг с другом общаются. Так вот, нужно их отстреливать максимально. Искать этих тараканчиков и со снайперской винтовки, или даже с Калашникова, просто очередью расстреливать их на ура. Это будет вас освобождать, это будет раскрывать больше ваш потенциал. И третье – это навыки. Это конкретно ваши профессиональные навыки в том, в чем вы решили стать самым крутым, максимально улучшаться с каждым днем. Вот, максимально нужно стараться тренироваться, обучаться, чтобы становиться лучше, тогда все будет окей. Итак, если это было полезно, отмечайтесь лайком обязательно. Напишите, что вы будете прорабатывать в первую очередь, какой из этих трех элементов вы понимаете, что вам сейчас нужно прорабатывать сильнее всего. Эмоции, убеждения или навыки. Напишите в комментариях, я прочту, мне интересно. Итак, еще разок вам немножко Барселоны. Будем на связи. Олег Карнаух, команда Smart Business, передает вам огромный привет. Всего наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok